Юрий Селиванов. Выгребная яма волшебных историй. Статья за 20 марта 2020 года. Агрессивность и неразборчивость антироссийской спецпропаганды стремительно возрастает по мере приближения к знаковым историческим датам и прямо пропорционально достигнутой степени оболванивания массового сознания. Чем ближе день победы, тем наглее вражеская дезинформация в соцсетях. А применяемые при этом методы буквально скопированы из учебника боевой спецпропаганды, в котором четко написано, чем меньше времени остается до часа икс, тем более грубой и невероятной может быть ложь. Все равно уже никто не успеет проверить, зато осадок обязательно останется. Внезапно, хотя и вполне ожидаемо, косяком пошли якобы документальные портреты Сталина в обнимку с Гитлером, призванные доказать, что личная встреча руководителей Советского Союза и Третьего Рейха имела место в действительности. В серьезной исторической литературе эта откровенно спекулятивная тема даже не обсуждается, за полным отсутствием сколько-нибудь убедительных доказательств. О чем говорить, если чуть ли не главным подтверждением такой встречи считаются записи в кремлевском журнале записи посетителей Сталина? А поскольку в некоторые дни он никого не принимал, досужие эксперты, которым надо любой ценой засветиться в СМИ с новым прочтением фактов истории, моментально делают вывод, что как раз в это время он встречался с немецким фюрером. И действительно, где же еще быть советскому вождю, кроме как на приеме у Гитлера? Так что обсуждать тут в сущности нечего, но это если у вас нет камня за пазухой, а у этих спецов там заготовлены целые мешки такого товара, зато никаких сдерживающих центров типа порядочности и правдолюбия там нет даже в зародыше, им это по должности не положено. Иногда доходит до внешнеформенного идиотизма. Вот, например, рупор американского Госдепа «Радио Свобода» докатился уже до того, что украсил очередной антисоветский и антироссийский пасквиль о сговоре Гитлера и Сталина откровенно примитивным фотомонтажом с явно ненатуральными объятиями все тех же персонажей. Зато под кричащим заголовком фашисты стали нашими друзьями документы из архивов КГБ. Можно при желании понять так, что Госдеповский брехунец в данном случае откровенно сел в лужу. Предпослав к своему якобы документальному разоблачению столь явно сфабрикованный фотодокумент, авторы практически убили всякий интерес к его дальнейшему чтению, дескать. Но кто поверит в серьезность их доказательств, если они начали с откровенного фейка? Однако, увы и ах, у меня уже нет уверенности в том, что значительная часть нынешней публики вообще в состоянии отличить реальный фотодокумент от самой топорно сработанной фикции. А значит, и все остальное проглотит без особых проблем. Так что насчет посадки кое-кого в лужу бабушка надвое сказала. Между тем, душесчипательная история тайной встречи Гитлера и Сталина продолжает активно муссироваться в тех СМИ, которые из просто желтой прессы уже переходят в следующую стадию – желтушной. В явном расчете на срабатывание известного принципа «ври больше, чем что-нибудь да останется» или «ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили». И вот уже на сайтах некоторых вроде бы респектабельных местных изданий вывешиваются когда более профессионально сработанные «фотодокументы» в кавычках, все с тем же набором действующих лиц. Как видите, фотошоп здесь вполне сносного качества и не склонный к слишком глубоким историческим изысканиям массовый обыватель вполне может поверить в подлинности этого так называемого «фотодокумента». На это и делается главный и, можно сказать, фундаментальный расчет на то, что никто или почти никто вникать не будет. Современный интернет – это совсем не то место, где господствует научный подход и стремление познать реальную подоплеку исторических событий. Здесь принято скользить по поверхности, краем глаза выхватывая из калейдоскопа буквы ярких красок громкие, да, а еще лучше кричащие заголовки и такие вот сенсационные фотографии. Для добрых 90% пользователей интернета – это именно тот уровень, на котором формируется их восприятие окружающей действительности и событий мировой истории. Так что с помощью подобной фотоподделки, к тому же довольно правдоподобной, можно добиться нужного эффекта убедительности в отношении абсолютного большинства обычных интернет-пользователей. А остальных, всяких там сомневающихся и не в меру ученых, эта дремучая публика просто массой задавит. Вот вам еще один вполне клинический случай такого рода. В социальных сетях с быстротой степного пожара распространяется еще одно якобы бесспорное доказательство преступного советско-германского сговора. На фотографии, которая якобы сделана в сентябре 1939 года на якобы совместном немецко-советском военном параде в Бресте, которого на самом деле никогда не было, якобы немецкий солдат целует якобы женщину-военнослужащую Красной Армии. В том, что эта стопроцентная фальшивка может лично убедиться любой, кто вообще в состоянии отличить Вторую мировую войну от, допустим, походов Ганнибала. Просто потому, что на этой даме погоны, которые в Красной Армии были введены только в 1943 году и которых в 1939 по этой причине просто быть не могло. Казалось бы, о чем разговор? Даже автор, сопровождающий это фейковое фото статейки каким-то зигзагообразным способом, через поиски оригинала снимка, через выяснение, что это вообще, оказывается, было сборище так называемых реконструкторов в Крыму, доказывает, что снимок сфабрикованный. Правда, при этом он ни единым словом не упоминает о том, главном, что делает дальнейшее обсуждение абсолютно бессмысленным, наличие погон у бойца РКК в 1939 году, что само по себе странно, особенно с учетом очевидности этого прокола. Думаю, что такая фигура молчания сделана неспроста. Настоящие авторы этой затеи прекрасно понимали, что протолкнуть его в массовое сознание столь откровенный бред, выдавая его за правду историю, абсолютно невозможно. Но это их совершенно не смутило. Ведь главное любым способом пропихнуть эту вирусную фотку в глаза и слабые мозги нынешней публики, причем под любым соусом. А вот поэтому их совсем не смущает и даже вполне устраивает, что в статье приводятся некие доказательства фабрикации этого «исторического документа» в кавычках. Повторяю, это уже не имеет никакого значения, все равно цель будет достигнута, поскольку у значительной части аудитории останется в сознании только туманный проблеск, в центре которого будет маячить все та же поддельная фотография. И не спешите скептически хмыкать. Еще раз подчеркиваю, главное в оперативной спецпропаганде – это конечный результат, который равнозначен массовости охвата населения подобными вбросами. А он в данном случае производит весьма внушительное впечатление. Эту, с позволения сказать, публикацию на исторические темы увидело в интернете свыше полумиллиона человек. Многие федеральные СМИ о таких бешеных цифрах, просмотрах, могут только мечтать. И среди этой массы наверняка окажется достаточно таких, кто ни во что не вникая просто зафиксировал в своей голове факт события немецко-советский поцелуй 1939 года и пошел себе дальше гулять по виртуальным просторам. Вот так это делается, когда работают грамотные профессионалы, понимающие конечную цель ради достижения которой все средства хороши. А тот факт, что подобные хитро сделанные публикации, а их великое множество, неизменно оказываются в топах выдачи социальных сетей и набирают фантастическое количество просмотров, перестает удивлять, если помнить о том, в чьих руках находится весь мировой интернет и кто им манипулирует в своих собственных целях, которые с интересами России не имеют абсолютно ничего общего. Юрий Селиванов. Выгребная яма волшебных историй.